Сейчас я покажу вам кое-что удивительное. Назовите случайное число от 1 до 100. Ээээ... 61. Хорошо. Да, довольно случайно. Назовите случайное число от 1 до 100. Любое. 43. 43, спасибо. 56. 7. Назовите случайное число от 1 до 100. Вообще любое. 11. 37. 79. 79, спасибо. 91. 7. 3. 37. 37? Да, 37. А почему? Не знаю, просто первое, что пришло в голову. 44. 27. 37. 72. 4. 13. 7. 37. О, хорошо. Сенку Нёв. Мерси. 13. 7. 37. 37. 73. 37. 35. 37. 37, не может быть. 43. 2. 37. Я знал, что вы так и скажете. Он сказал 37 и убежал. От 1 до 100. Нет, извините. Ну ладно. 37. О, отлично, спасибо вам большое. 83. 37. 37. 87. Можно пожить вам руку? Мне нравится, как вы всерьёз задумались над этим. 37? Ого, да ладно. Но вы серьёзно? А что? Мы вас уже спрашивали? Нет. Случайное число от 1 до 100. Любое. 37. 37. Это великолепно. Назовите любое число от 1 до 100. 37. Да вы шутите. А почему? Ну а что, хорошее число, раз уж просите любое. Но почему? Почему именно это? Воображение подсказало, наверное. Так в чём же дело? Оказывается, люди плоховато справляются с выбором случайного варианта. Если попросить выбрать цвет и число, участники опросов в десятках стран часто выбирают синий и семь. Психологи даже придумали название. Феномен синий семёрки. Уже давно существует предположение, что при выборе случайного числа в промежутке от 1 до 100 аналог этого феномена 37. Мы на канале Veritasium решили это проверить и опросили сотни людей. Чаще всего нам отвечали 7. Возможно, люди просто привыкли к тому, что обычно просят назвать число от 1 до 10, а из двузначных чисел чаще всего называли 37. Мы очень удивились. Мы решили провести самое глобальное расследование по вопросу числа 37. И оказывались порой в очень неожиданных местах. Мне кажется, 37 — просто завораживающее число. Очень интересно, почему оно так часто встречается. Сколько в этой комнате предметов, на которых написано 37? Точно больше тысячи. В 1994 году я сделал сайт про это число, и мне начали писать незнакомые люди. Это число повсюду. Я хочу собрать все, работаем на износ. Неутомимые труженики числа 37. Оказывается, люди с такой регулярностью называют 37, что есть даже фокус, в котором полагаются на то, что случайный зритель назовет именно это число. Естественно, зрителя к этому подводит. Сейчас я попрошу вас задумать число. Договорились? Это двузначное число, меньше 50, оно состоит из нечетных разных цифр. Можно задумать 19, 17 или, например, 15, но 11 нельзя, потому что тут две одинаковые цифры. Один и один. Вы готовы? Один. Два. Три. Какое число вы загадали? Тридцать семь. Тридцать семь. Восхитительно. Согласно словарю сленга от Стэнфорда и МАЙТИ, где собран хакерский жаргон, 37 — это способ показать, что нужно использовать случайное число. Ведь именно его чаще всего выбирают люди в качестве случайного числа в промежутке от 1 до 100. Но вот в чем дело. Никаких специальных исследований, чтобы это проверить, не проводилось. Мы нашли разве что опрос на Реддите 2020 года, среди тысячи трехста восьмидесяти человек. Самым популярным числом оказалось 69. Но на втором месте было 37. Но мы можем опросить побольше, чем тысячу человек. Мы провели самое большое исследование, посвященное этому вопросу. Около месяца назад в сообществе канала Veritasium мы попросили зрителей выбрать любое число от 1 до 100, и получили больше 200 тысяч ответов. На этом графике отражается динамика ответов по мере их поступления. Невероятно увлекательно, насколько постоянно распределение чисел по популярности. Оно почти одинаково при 10, 100 и вплоть до 200 тысяч ответов. Такое постоянство заставляет предположить, что люди со всего мира совершенно определенным образом обдумывают числа. и здесь мало места для случайности. Если отвлечься от крайних значений, поскольку 1 из то упомянутых в вопросе этим привлекает внимание, а также от 42 и 69, которые точно назвали не случайно, явно выделяются несколько других чисел. Похоже, их мы считаем более случайными, чем остальные. Это 7, 73, 77 и 37. Еще мы просили предположить, какое число люди выбирают реже всего. Мы решили исключить всеми любимые или счастливые номера и добиться как можно более случайных ответов. Результаты стали еще нагляднее. Опять же, если не считать крайние значения, и 50 в середине, с большим отрывом победили 73 и 37. Их называли почти одинаково часто. На самом деле, самым редким было число 90. Дальше шли 30, 40, 70, 80 и 60. Похоже, круглые числа мало кто считает случайными. Исключая не случайные числа, на оба вопроса чаще всего отвечали 73 и 37. Забавно, что эти результаты указывают на то, что 37 и 73, те же цифры в обратном порядке, люди называют не случайно. Но почему именно они? Возможно, каким-то таким образом люди воспринимают случайность. 37. Думаете, вы просто так это сказали? Да. Думаю, да. А 50 не кажется случайным? Нет. Нет. Какое-то слишком аккуратное. Да? Да, слишком посередине. Думаю, людям кажется, что четные числа как будто менее случайный выбор, чем нечетные. 5 не кажется случайным. 1,9 как будто слишком с краю. Поэтому выбираю 3,7. Это как будто подтверждается результатами нашего опроса. Чаще всего называли числа, состоящие из тройка семерок. К слову, 3,7 в обоих вопросах фигурировали чаще всего. То, как люди выбирают случайное число, можно попытаться объяснить еще и математикой. Ведь получается, что самыми случайными нам кажутся не просто нечетные, но и именно простые числа. Обратите внимание, нечетные числа на 5 называют довольно редко, а 39 кажется как будто чуть-чуть менее случайным, чем 37. Простые числа кажутся выбранными случайно как минимум по двум причинам. Во-первых, они не так часто встречаются в жизни. Количество пикселей, фрукты в коробках квадратной метры. Мы живем в составном мире с несколькими измерениями, которые перемножаются друг на друга. Простые числа больше 7 встречаются редко. Во-вторых, у нас нет формулы для простых чисел. Зная одно простое число, мы никак не можем вычислить следующее. Каждый раз приходится проверять все числа по порядку. Ближе всего к формуле теорема распределения простых чисел, согласно которой n-ное простое число находится недалеко от n умножить на натуральный логарифм n. Тысячное простое число, например, будет где-то рядом с числом 6908. Это близко, но, конечно, не точно. В каком-то смысле простые числа возникают случайно. Но 37 выделяется даже на фоне других простых чисел. Если бы мы взялись искать простые делители каждого числа, мы бы увидели, что 2 — это наименьший простой делитель для половины чисел, а именно для всех четных. 3 — это наименьший простой делитель для шестой части всех чисел, тех, что делятся на 3, но не на 2. И так далее. Чем простое число больше, тем меньше целых чисел, для которых оно будет наименьшим простым делителем. Но что, если рассматривать второй наименьший простой делитель каждого числа? Начнем мы с тройки. Она будет вторым наименьшим простым делителем для чисел, которые делятся на 2 и на 3, иначе говоря, на 6. То есть для одной шестой всех целых чисел. Если идти дальше, мы рано или поздно достигнем некой точки равновесия. Там будет медианный второй простой делитель всех чисел, всех от одного до Гугола и дальше до бесконечности. Представьте себе, это число 37. Теперь давайте посмотрим на 5. 5 — это второй простой делитель только для тех чисел, которые делятся на 5 и 3, но не на 2. Или на 5 и 2, но не на 3. В первом случае, раз число делится на 5 и 3, оно делится и на 15. Таких одна пятнадцатая, но половина будет четными. Их надо исключить. В итоге получаем одну тридцатую. Во втором случае число делится на 2 и 5, а значит, кратны 10. Треть из них делятся на 3, и нам не подходит. Получается одна десятая умножить на две третьих, а одна пятнадцатая всех чисел. Если сложить эти две группы, получим, что 5 будет вторым простым делителем у одной десятой чисел. То же самое можно проделать со следующим простым числом. Это 7. Берем каждый из этих случаев, складываем и видим, что у одной пятнадцатой целых чисел второй простой делитель 7. И так далее. Если мы продолжим, то будем стремительно приближаться к точке равновесия для вторых делителей всех чисел. И добравшись до нее, обнаружим, что медианный второй простой делитель всех чисел 37. У половины всех чисел второй простой делитель это 37 или меньше. У числа 37 есть и другие интересные свойства. Это простое число и регулярное, кубическое, счастливое, отличающееся на 6, перестановочное число, подавано. Иногда кажется, что математики просто придумывают, какие еще бывают простые числа. 37 — это настолько образцово простое число, что о том, что оно простое, я узнала в тот же день, когда его увидела. Это книжка для малышей из моего детства. В ней к каждому числу от 1 до 100 прилагается небольшая история и интересный факт. Например, 26 — столько букв в английском алфавите, 30 — столько дней в сентябре, 52 — столько карт в колоде. А теперь открою 37. 37 — простое. Оно почти ни на что не делится. Поймешь, когда вырастешь. Эта страница мне не понравилась. Остальные числа казались понятными, хотелось разобраться и с этим. Оно не выходило у меня из головы, и вот 20 лет спустя мы снимаем видео про число 37. Все еще не впечатляет? Если взять число, кратное 37, например, 1369, это 37 в квадрате, а потом перевернуть и вставить после каждой цифры 0, то мы получим другое число, кратное 37. Я целый месяц, когда ездил в автобусе, тратил все время на то, чтобы это доказать. И доказал. Назовите шестизначное число, любое шестизначное число. 413 625. Оно не делится на 37. А как я это понял? Для этого есть особый прием. Вы чем-то таким развлекаете друзей? Сложно поверить, но многих это совсем не приводит в восторг, а мне кажется, что должно. Но в том, каким важным оказалось для человечества число 37, есть и практический аспект. Представьте, что вам предстоит сделать выбор. Прямо сейчас и окончательно. Например, стоит ли снимать квартиру, которую вы только что посмотрели, или принимать ли предложение о работе, или что-то менее важное, заехать на ближайшую заправку или нет. Ни в одном из этих случаев мы не можем оценить все существующие варианты решить потом. Нам всегда доступна только одна возможность, и мы решаем воспользоваться ей или безвозвратно отказаться и перейти к другим. В этих случаях выбрать лучший вариант кажется невозможно. Если определитесь слишком быстро, то, вероятно, лучшего даже не увидите. А если вы затянули с решением, то лучший вариант, скорее всего, упустили. Получается самое разумное выбирать что-то посередине. Тогда вы успеете оценить хотя бы какие-то варианты, но при этом вам все еще есть из чего выбирать. Но как понять, что стоит на чем-то остановиться? Вот оптимальная линия рассуждений. Первые несколько вариантов мы даже не выбираем. Просто смотрим, что вообще предлагают. После одного из вариантов под номером S стоит начинать, собственно, делать выбор. Оцениваем, лучшее ли это из того, что мы видели. Если да, берем. Но как определить вариант S? Когда уже пора начинать выбирать, чтобы увеличить шансы выбрать лучшее? Это можно рассчитать. Сперва умножим вероятность какого-то варианта оказаться лучшим на шансы дойти до этого варианта и не остановиться на чем-то раньше. Повторяем расчеты для каждого варианта после S и складываем. У всех вариантов случайный шанс оказаться лучшим. Если у нас N вариантов, вероятность будет 1 к N. Шансы добраться до каждого варианта посчитать сложнее. Пусть лучший вариант будет следующим после S, то есть S плюс 1. Каковы шансы туда добраться? Поскольку отсчет идет от варианта S и этот следующий, то мы получим возможность его оценить с вероятностью 100%. Но, если лучший вариант это S плюс 2, есть вероятность, что мы его пропустим. Если S плюс 1 окажется лучшим из того, что мы видели до сих пор, мы выберем его и прекратим поиски, даже не узнав про S плюс 2. Вероятность этого 1 на S плюс 1. Вероятность все-таки добраться до S плюс 2 это 1 минус предыдущая вероятность, то есть S делить на S плюс 1. Таким же образом можно рассчитать вероятности до последнего варианта N. До него мы доберемся только если откажемся от всех предшествующих. Это значит, что один из вариантов до S был лучше, чем все остальные, включая N минус 1. Получается выражение 1 на N умножить на 1 плюс S, деленное на S плюс 1, плюс S, деленное на S плюс 2, и так далее до S, деленное на N минус 1. Выносим S, и в скобках остается функция 1, деленное на X для значений от S до N. Если взять интеграл, мы получим натуральный логарифм N на S. Итак, вероятность того, что мы выберем лучший вариант, равна S на N умножить на натуральный логарифм N на S. Чтобы увеличить эту вероятность, найдем максимум этой функции. Приравняем производную функции к нулю. Натуральный логарифм S на N тогда будет равен минус 1. S на N равно 1 на E, или около 37%. Наша стратегия — посмотреть 37% вариантов, чтобы оценить общую картину, а затем выбрать первый вариант, который окажется лучше всех увиденных. Шансы успешного решения при таком методе тоже 37%. Эту проблему называют задачей о секретаре или о разборчивой невесте, потому что она применима к поискам лучшего кандидата на должность и даже второй половинки. На практике проверять ровно 37% вариантов не всегда удобно, потому что мы часто даже не знаем, сколько всего кандидатов. Но правило 37% можно применить ко времени. Если планируете свадьбу через 10 лет, первые 3 и 7 десятых года приглядывайтесь к людям, после чего выбирайте того, кто подходит больше всех предыдущих. Выходит, 37% — очень важное число в нашей жизни. И, может быть, мы подсознательно это ощущаем. Нас везде тянет к нему. Субтитры делал DimaTorzok 37 сцепленных шестеренок. Страница 37. 37 лет. 37 прототипов. 37%! Изображения, которые вы сейчас видите на экране, все взяты из коллекции человека, который собирал их всю жизнь. И вы с ним уже знакомы. Это весело. Разве нет? Весело их собирать. Сколько в этой комнате предметов, на которых написано 37? Я бы сказал, четырехзначное число. Десяти тысяч наверняка нет, но точно больше тысячи. Злаковый батончик, 37 граммов. Ярдовая линейка, 37 дюймов. Политическая карикатура про спорт. Из всех возможных номеров у игрока на футболке 37. Это я где-то гвоздик нашел, у него на шляпке написано 37. Однажды мама подарила мне на день рождения 37 долларов. У всех купюр в номере есть 37. А 37-й день рождения вы как-нибудь по-особенному отмечали? Я устроил большую вечеринку и пригласил всех своих знакомых. В техасской лотерее выигрыш был 37 миллионов долларов. Я попросил двух своих друзей купить мне по 37 билетов. Выиграл 5 долларов. Это статья о том, что нашли 37-е простое число Мерсена. Тут везде 37, 37. Сколько вам еще показать? Это, наверное, из Германии. Не помню, что это. Номерок от шкафчика? Отрывать я бы не стал. В коллекции краденного нет. Смотрите-ка. А вот украденный на шоссе знак. Это из поездки. А ведь только что говорил, что ничего не крал. Да, виноват, признаю. Вот именно. Когда я учился в университете Канзаса, там был книжный магазин с лестницей, и в ней 37 ступенек. Это очень полезная информация. Важные факты. Как вы думаете, всем так часто в жизни попадается число 37? Или это вы его высматриваете? Хороший вопрос. Я начал собирать эту коллекцию, потому что мне казалось, что везде его вижу. Занимаюсь этим еще с 80-х. У комика Чарльза Фляйшера был номер, в котором он рассказывал про совпадение с числом 37. Например, в трубках телефона 37 отверстий. Шекспир написал 37 пьес. В девяти симфониях Бетховена 37 частей. В общем, он перечислял все эти вещи. Меня это привело в восторг, и году в 1981 появилась моя коллекция. Получается сколько? 43? Да, 43 года. В 1994 году я сделал сайт про это число. Не знаю, как так получилось, но о нем узнали. Мне начали приходить письма от незнакомых людей. Человек, может, шесть со всего мира, каждую неделю, каждый месяц выкладывали свежие подборки с предметами, на которых они увидели 37. И сколько они уже этим занимаются? 18 лет. Ого! Работаем на износ. Неутомимые труженики числа 37. Хотите сказать что-нибудь людям, которые, возможно, считают, что «подумаешь, это просто число в десятичной системе». Число 37 мне, конечно, интересно во всех его формах. Римскими цифрами, в двоичной системе, 1-0-0-1-0-1, кстати. В любой другой тоже. В шестнадцатеричной это 2-5, в восьмиричной 4-5. Как думаете, всю жизнь так и будете коллекционировать 37 во всех возможных видах? Да, конечно, не вижу причин прекращать. Так что, конечно. Как знать, может, в этом числе и правда есть что-то особенное? Если присмотреться к числам, можно заметить множество занятных совпадений, но с одним поспорить нельзя. 37 занимает в нашем сознании абсолютно особое место. Это случайное число, к которому невольно тянется человечество. Одно из самых интересных простых чисел, и к тому же идеальное число для принятия решений. Может, поэтому нас к нему и манит естественным образом. Нам кажется, что нужно остановиться на нем и выбрать его. Этим видео мы, вероятно, лишь усугубили ситуацию. Когда людей в следующий раз попросят выбрать число от 1 до 100, возможно, еще больше выберут 37. Это вся моя жизнь. Постоянно хочу собрать все, что у меня накопилось, и превратить каждую вещичку в отдельный фактик на сайте. Но за 27 лет я этого не сделал, и, кажется, я никогда этим не займусь. Может, сделать это все к 37-й годовщине? Отличная мысль. Очень неплохая. И времени еще прилично. Должно хватить. Отличная идея. А вас узнают наши зрители. Им стоит отправлять вам собственные находки с числом 37? Возможно, поначалу вас завалят сообщениями. Число 37 повсюду. Оно везде. И я хочу собрать все. Так что да, пусть присылают.